Добрый день, уважаемые родители! Рад очередной встрече с вами. И продолжаем, так сказать, нашу витаминную беседу. Дальше мы с вами поговорим о витамине, еще одном водорастворимом, напоминаю классификацию, да, водорастворимом витамине, очень важном и, опять же, витамин, на который как-то вот не все его воспринимают серьезно. Речь пойдет о витамине С или аскорбиновой кислоте. Итак, его роль в организме очень многогранна и очень обширна. Витамин С участвует в процессе нормализации обмена белков, жиров и углеводов, стимулирует процессы синтеза коллагена. Вот что такое коллаген, давайте остановимся, чтобы было понятно. Коллаген – это такое межсклеточное вещество, которое склеивает стенки кровеносных сосудов, мелких капилляров. И вот благодаря такому действию коллаген препятствует проникновению крови. Вот у людей, у которых мало коллагена, появляется кровоточивость, да, всякие выступают очень быстро синяки, выступают очень быстро какие-то мелкие кровослияния на коже. Я думаю, что вы с такими людьми сталкивались, знаете, может кто-то испытывает это на себе. Так вот, аскорбиновая кислота, она, этот коллаген фактически синтезирует или участвует в процессах его создания. То есть витамины, витамин С или аскорбиновая кислота – это витамин, который предупреждает кровоточивость. И вот если у вашего ребенка повышенное часто возникает кровотечение носовое, предположим, или из десен и так далее, имейте в виду, что, скорее всего, это недостаток витамина С или аскорбиновой кислоты. Кроме всего прочего, аскорбиновая кислота активно участвует в процессах стимуляции иммунитета, то есть сопротивляемости организма к внешней среде, к вредным факторам внешней среды. Кроме того, аскорбиновая кислота улучшает работу клеток печени, а именно тот ее раздел, который отвечает за интоксикацию, за обеззараживание всяких ядов и токсинов, которые в организм попадают. Поэтому нормальное наличие аскорбиновой кислоты в организме еще раз помогает печени справляться с ядами и токсинами, которые, как бы вы ни старались, в организм все равно попадают. Значит, внимание, дозировка или суточная потребность аскорбиновой кислоты для взрослого человека равна от 55 до 110 миллиграмм в сутки. Источник аскорбиновой кислоты прежде всего это овощи, фрукты, ягоды. Особенно богатые аскорбиновой кислотой это плоды шиповника. Ну, чаще всего они в сушеном виде, да, поступают, как говорится, к вашему столу. Кроме всего прочего, это черная смородина, наиболее активна. Довольно много аскорбиновой кислоты в апельсинах. И не забывайте при употреблении апельсинов, что цитрусовые являются достаточно мощным аллергеном. И особенно осторожно будьте в использовании продуктов цитрусовых, и в том числе апельсинов, даже с целью использования как источника витамина С для беременных. Потому что это отдельная тема, отдельного семинара. Но просто сейчас мы говорим о том, что желание восполнить потребности в аскорбиновой кислоте за счет небольшого количества апельсинов может повлечь за собой проблемы аллергизации не только беременной женщины, но и плода, и ребенков потом после рода. Поэтому будьте осторожны. Но самое интересное в другом, самое интересное, что основной источник аскорбиновой кислоты для жителей, так сказать, пространства Советского Союза, на самом деле, это зеленый лук. Как странно, может быть, это не прозвучит, но тем не менее это так. Пожалуйста, максимальное количество аскорбиновой кислоты на самом деле находится в зеленом луке. Кроме того, достаточно много аскорбиновой кислоты в томатах, в капусте. Причем, если мы говорим о видах капусты, то максимальное количество аскорбинки в квашеной капусте. В фруктах, скажем, винограде, сливах, грушах, персиках, бананов, витамина С немного. Поэтому они не могут являться источником аскорбиновой кислоты для нужд организма. Кроме того, нужно совершенно четко понимать, что аскорбиновая кислота в организме не синтезируется. Поэтому она должна ежедневно поступать с пищей в организм человека. Поэтому стройте пищевой рацион вашего ребенка, ну и ваш, соответственно, таким образом, чтобы в нем всегда было место продуктам, содержащим большое количество аскорбиновой кислоты. Поскольку для жизненных процессов, жизненных циклей в ритме человеческой жизни аскорбиновой кислоты расходуются постоянно, непрерывно. Ну и не забывайте, вот такие моменты. Аскорбиновая кислота очень неустойчива. Она неустойчива к свету и разрушается при длительном хранении продукта, особенно на свету и в тепле, и при варке, естественно. Особенно при варке в открытой посуде. Поэтому будьте внимательны. И в рационе питания всегда должны быть, всегда должны иметь место нахождение свежих овощей и фруктов. Вот. И, соответственно, если даже вы используете овощи и фрукты регулярно, но готовите их, храните их неправильно, то витамин С в организм вашего ребенка и вас не попадает. Недостаточность аскорбиновой кислоты проявляется в следующем. Слабость, вялость, быстрая утомляемость, сухость кожи, кровоточивость, частые носовые кровотечения, кровотечения из десен. Ну и может на коже появиться такие точные кровоизлияния в виде так называемой эпитехи. Маленькие такие вот точки, не синяки, а именно вот красные точки в большом количестве. Особенно часто они проявляются на ногах, на голенях, на икроножных мышцах. Вот бывает очень часто. Поэтому вот будьте внимательны и имейте в виду о том, что аскорбиновая кислота, она вот попадает в организм только с пищей. И ее недостаток очень плох для организма. Кстати, избыток аскорбиновой кислоты для организма практически безвреден. Лишнее выводится через почки, практически не оставляя никаких следов и никаких последствий для организма человека. И в нашей вот следующей встрече мы с вами поговорим о другой уже группе витаминов, о жирорастворимых витаминов. Поэтому следите за появлением в YouTube и в социальных сетях наших выпусках. Там вы получите ответы о следующих группах витаминов. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго и берегите себя.